Карелия достигла одного из лучших показателей по формированию коллективного иммунитета в стране. На сегодняшний день обоими компонентами вакцины от COVID-19 в республике привиты 64%, первым компонентом – более 70%. И с этого дня в республике снимается ряд ограничений. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков. Итак, разрешается проведение на открытом воздухе зрелищных и развлекательных массовых мероприятий без ограничений по числу участников и предъявления QR-кодов. Предприятиям и организациям, если у них есть паспорт коллективного иммунитета, теперь не обязательно требовать у посетителей и гостей QR-коды, справки или отрицательный ПЦР. Это касается фитнес-центров и бассейнов, гостиниц, хостелов, турбас и других объектов размещения, ресторанных двориков, фудкортов в торговых центрах, при условии, что все эти организации расположены на одной территории и имеют паспорт коллективного иммунитета. Также послабление относится к библиотекам, музеям, театрам, концертным залам, клубам, дворцам и домам культуры, организациям сферы отдыха и развлечений. При этом наполняемость залов в кинотеатрах увеличивается с 50 до 75%. А если у кинотеатра есть паспорт коллективного иммунитета и владелец принял решение продолжить проверять у зрителей QR-коды, то ограничение по наполняемости снимается. Родители дошкольников смогут побывать на утренниках в детских садах, правда, при наличии у взрослых QR-кода, справки или отрицательного ПЦР-теста. Кстати, введение QR-кода и прочих документов для посещения родителями детсадов отложено до 15 января. Еще один важный момент. Справка об отрицательном ПЦР-тесте теперь действительно в течение 48 часов по решению Федерального Роспотребнадзора. Это связано с распространением нового штамма Омикрон. За минувшие сутки в Карелии подтвердили 219 случаев коронавируса. В ковидных стационарах получают лечение 707 пациентов. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжелых больных.